МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Клешко, который в течение этих полутора часов будет общаться со всеми кандидатами. Алексей, добрый вечер. Да, добрый вечер, Илья, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, первый вопрос, не опережая события. Явка в районе 30%. По вашему мнению, это много или мало? Ну, конечно, хотелось бы больше. Я вообще, честно говоря, если брать лично мою позицию, я сторонник того, чтобы участие в выборах стало обязательным для всех граждан. Но, в принципе, эта явка чуть выше, чем в Красноярске на выборах в городской совет. Ну, средняя, прямо скажем, средняя явка. Ну что ж, средняя явка, какие результаты? Об этом мы будем рассказывать в течение ближайших полутора часов. И первые данные предварительные уже есть, и мы готовы их озвучить вам прямо сейчас. Итак, по предварительным данным от наблюдателей на избирательных участках, после обработки 47,8% бюллетеней, временно исполняющий обязанности губернатора, выдвинутый партией «Единая Россия» Виктор Толоконский, набирает 60,6% голосов. На втором месте Иван Серебряков 17,8%. Далее идет представитель КПРФ Валерий Сергеенко 14,1%. Далее Денис Побелат 4,3% и Николай Трикман 1,7%. Причем это предварительные еще раз данные. Что касается данной системы ГАЗ-выборы, там расклад сил несколько иной. Сейчас, по данным, которые опубликованы на официальном сайте КПРФ, у Виктора Толоконского 59,12%. В абсолютном выражении это 100008 бюллетеней. При этом также отметим, что 2651 бюллетень считается к этой минуте испорченным. Также попрошу сейчас режиссера, если у нас есть возможность, в левую часть экрана выдать картинку, которую мы получаем в режиме реального времени из Краевой избирательной комиссии, где сейчас в систему ГАЗ-выборы вводятся новые данные. Этот экран вы будете видеть в прямом эфире. Как только будут обновляться данные, мы будем о них, конечно, рассказывать. Ну а прямо сейчас у Алексея Клешко первый гость. Это представитель партии «Патриоты России» Иван Серебряков. Алексей, вопрос, мне кажется, в этой ситуации очевиден. Иван, если был известен в Красноярске после выборов в Горсовет, то в Крае вряд ли его можно было считать известным. Тем не менее, около 18% голосов. Это же существенный результат. Безусловно. Собственно, поэтому мы пригласили Ивана Серебрякова первым гостем в наш прямой эфир. Это действительно существенный результат. При этом нужно сказать, что для партии «Патриоты России» это было такое первое боевое крещение, общекраевое, потому что до этого у них был серьезный успех на выборах в Красноярский городской совет, но это город Красноярск. Ну и плюс, безусловно, то, о чем сказал Илья Сам Иван, вы не очень были известны жителям Края. Как вас встречали красноярцы в ходе всей предвыборной кампании, имея в виду, конечно, сейчас жителей Края? Встречали нас, я вам скажу, мы заходили с аплодисментами и уходили с аплодисментами. А вы считаете, корень вот этих успехов вы лично или то, что вас поддерживал Анатолий Петрович Быков? Я считаю, что корень этих успехов, то, что мы вместе с Анатолием Петровичем сами проехали весь Красноярский край. Весь Красноярский край. И посмотрите, по количеству нарушений, мы сейчас к этому вопросу вернемся с вами отдельно, да? Я считаю, это вообще выборы сегодняшние беспрецедентны. То есть, по сути, власть не смогла честно выиграть выборы у двух человек, у меня и у Анатолия Петровича. Вот я вам скажу так, наверное, правильно. Ну, Иван, мне кажется, не надо быть таким самонадеянным человеком. Вас люди впервые узнавали в ходе этой избирательной кампании. Правильно. Но Анатолий Петрович был известен? Безусловно. Но при этом, согласитесь, люди, и, например, многие мои знакомые, они говорили, мы бы за Петровича проголосовали точно. А, говорит, вот этого товарища мы не знаем. И мне кажется, для многих это было стопором. Я лично думаю, конечно, что уровень известности Анатолия Петровича Быкова и популярности выше, чем тот результат, с которым вы, скорее всего, поскольку все-таки мы говорим о предварительных результатах, с которыми вы завершаете эту избирательную кампанию. Я вам скажу, что любая избирательная кампания – это, в первую очередь, команда. Конечно, лидер нашей команды – это Анатолий Петрович Быков. И, конечно же, мы все являемся членами этой команды. Но людям необходимо именно действие. Вот то, что мы приезжали, мы общались живую с людьми, мы знали их проблемы, люди нам делились проблемами. Потому что люди в реальности сегодня находятся в таком положении, но я вам скажу, я даже представить не мог, в каком положении. Так жить дальше нельзя. Иван Александрович, а в связи с этим, вот есть такой вопрос, он регулярно возникает. Почему кандидаты, с вашей точки, почему кандидаты на пост, депутатские или губернаторские, вдруг узнают о жизни простых людей только в ходе выборов? Ну, я вам скажу, кандидаты, они не узнают. Но подождите, вот вы сами говорите, что я не представлял, как люди живут. Вы сами только что сказали. Я понял ваш вопрос. Я вам скажу так, что мы видим, как люди живут. Но реально возможность встать и заявить об этом, то есть прийти на телевидение, заявить, собрать встречи и заявить об этом, мы имеем только в момент выборов. Безусловно, мы встречаемся с людьми во время простой жизни, мы же с вами ездим по Краснодарскому краю. Если честно, Иван Александрович, мне кажется, что, например, все-таки успех и популярность Анатолия Петровича Быкова как раз диждется на том, что он это говорит не только перед выборами. И его позиция по этому поводу, она действительно всегда и всем известна. Я же Алексей сказал то же самое. А вас люди впервые увидели. Вот я хочу вот о чем вас спросить. Я действительно считаю, что результат, с которым вы завершаете избирательную команду, он уникальный. Это объективно. Думаю, что многие не ожидали. Если бы лично шел Анатолий Петрович, наверное, были бы результаты другие. Но скажите, что для вас лично стало главным уроком вот этой избирательной кампании? Ну, во-первых, я вам скажу, что убежден в том, что результат и сейчас другой. То есть мы проводили собственные замеры, мы проводили собственные срезы. Я вам скажу, что по нашим срезам у нас 44%, а у Виктора Александровича 43%. Это по нашим срезам. То есть и это тенденция по всему краю. Все же главный урок, который вы для себя извлекли из этой избирательной кампании. Главный урок, я считаю, что надо предпринимать решительные действия, все-таки в первую очередь президенту нашей страны, правительству нашей страны, о наведении порядка, чтобы больше власть смотрела за соблюдением Конституции и законов. И чтобы в первую очередь чиновники, которые решаются на то, что как бы нарушить закон, нарушить Конституцию, знали, что они за это понесут ответственность. Вот это для меня вообще урок. То есть такого, то, что сейчас произошло, я увидел, вы знаете, я себе представить не мог. Но вы представляете, вы же сами как слили компанию ТВК, ездили в деревни, снимали, где деревни вообще не голосуют, и люди выходят на улицу, говорят, почему у нас решили конституционного права. То есть этот репортаж у вас есть. Смотрите, в том же самом Сдержинском районе у нас есть и фото, и видеодокументы. Мы сейчас готовим большой пул в суд. То есть вообще в принципе даже может быть об отмене выборов, потому что как бы, ну извините, когда машины ездят по Сдержинскому району, и оригиналы бюллетней для голосования находятся в машинах, и предлагают людям проголосовать, я считаю, это крайне противоречит любому действующему законодательству. Я договорюсь. Это вы все готовите, обращение в суд, как положено. Разумеется, конечно. У нас это все есть, оно все запротоколировано. Я уже не говорю о тех людях, которые давно как бы умерли, и тем не менее все равно голосуют, и нам эти жалобы поступают, они зафиксированы точно так же, и от граждан приходят, говорят, ну у меня одна вот женщина пришла, написала заявление, и там же в избирательной комиссии написала заявление, говорят, у меня муж умер 6 лет назад, но он проголосовал. То есть этот факт. То, что на избирательных участках висят портреты одного из кандидатов, это имеет место быть, хотя по закону это запрещено. Я вам скажу, это очень сильный фактор. Можно перечислять до бесконечности, то есть тот объем нарушений, который мы увидели. Но единственное, что могу сказать точно, надо заниматься именно тем, чтобы смотреть, чтобы люди, которые нарушают законодательство, за это в первую очередь отвечали. Тогда, поверьте, результаты были бы другие. И это вот главный урок, который вынесли из избирательной кампании? Безусловно. У нас абсолютно, я вот посмотрел, то есть чиновники могут себе позволять пренебрегать законами. Я вам скажу, это очень опасное действие по той причине, что как бы это вызывает точку накала социального и людского накала. Нам вот приходят звонки, это еще даже не те, не все нарушения, которые мы подготовили. Большая масса людей, которые говорят, мы готовы приехать в Красноярский край, мы готовы показать, за кого вообще народ проголосовал и готовы привести все факты, то, что творилось у нас на избирательных участках, как это происходило, что данные от избирательных комиссий нам не выдавались, то есть по законному требованию. С собой на голосование выездное нас не брали, причем разъезжались по три урны в разные стороны. И происходило это в следующем, допустим, Балахтинский район. Мы просто брали урны, уезжали и шли по квартирам. Вы пришли к вам в выборы, не проголосовали еще? Хотите проголосовать? Голосуйте. Это тоже все фиксируется, и назад возвращались уже с пачками проголосованные бюллетни. Я считаю, это не то, что в корне неправильно, так быть не должно. И у нас во всем так. Поэтому я как бы убежден в этой ситуации, что... Уточнить хочу. То есть я правильно понимаю, что главный урок, который вы извлекли из этих выборов, касается вас и вашего участия в компании, а не люди, с которыми вы встречались, избиратели, жители края? Слушайте, я как бы насчет людей, то, что мы встречались, и все их уроки, то, что люди говорят, и все наказы, мы все изучили. Просто я сейчас вижу реально то, что люди обращались, потому что они уже 12 лет пытаются добиться от кого-то справедливости, и чтобы кто-то ответил. Они поверили нам, они пришли, и сейчас мы что увидели? Мы увидели то, что все эти наказы людей останутся безответными, потому что даже конституционное право людей, которое им дано, оно было нарушено в данном случае. То есть, ну, представьте, если люди голосуют... Ну, подождите, про безответность, Иван Александрович, про безответность нельзя. Если предварительные данные права, и вы действительно выходите на второе место, во-первых, у вас есть моральное право продолжать заниматься решением проблем людей, про которых вы говорите, что они вам поверили. Во-вторых, вы сами лично депутат городского совета, имеете депутатский мандат, имеете все возможности депутата городского совета решать проблемы. Безусловно, но люди-то в первую очередь нам доверяли, доверяли то, что мы возьмем, наконец, ситуацию в Краснодарском крае в свои руки и будем наводить порядок. Понимаете? Одно дело решать эту ситуацию как с точки зрения одной власти, а другой исполнительной власти. Люди ждут именно исполнительной власти. Александр Александрович, мне кажется, что в наведении порядка вообще все здравомыслящие люди должны объединяться и поддерживать друг друга, для того, чтобы все-таки наводить в крае порядок. Здесь, надеюсь, у всех у нас будет много союзников. Так вот, я о чем и говорю. Вот именно вот этот фактор насчет объединения людей, я вам скажу, он для меня и тревожен. То, что вот сейчас нам идут сотни звонков, вы не поверите, сотни звонков людей, которые, объединяясь, говорят, давайте мы приедем в Красноярский край и покажем, за кого мы реально проголосовали и привезем все эти факты, нарушения. Я извиняюсь, откуда они должны приехать? С района в крае. В Красноярский край? В город Красноярский. А, в Красноярский край. Да, в город Красноярский. Просто вы уже дважды говорите, что люди хотят приехать в город Красноярский. Понятно. Иван Александрович, скажите, а вот сейчас, подводя итог, как вы считаете, что вам больше всего помогало в этой избирательной кампании? Желание. Что может быть, вот, может быть, прям назвать людей, которые там оказали на вас такое большое влияние и помощь вам? Вы знаете, помогало, в первую очередь, желание что-то поменять в нашей жизни. Помогало, когда приезжаешь навстречу и видишь вот эту безысходность людей, слезы в глазах у людей. Вот это давало силы идти дальше, идти вперед, потому что, ну, складывалось ощущение, что если не мы, тогда кто? Но если 12 лет все остается без ответа, ну, посмотрите, в каком ситуации находится край. Мы же с вами неоднократно здесь, в студии, об этом говорили уже. И это давало еще новые силы. Поэтому здесь, и, разумеется, командный дух. Во время вашего участия в нашем эфире, он был агитационный, поэтому мы преимущественно задавали те вопросы, которые касались избирательной кампании, программы и так далее. Но раздавались вопросы, а можно ли узнать побольше о том, что сделал Иван Александрович, будучи депутатом городского совета в своем избирательном округе? Безусловно. Во-первых, ну, наверное, знаете, вот, говорить... Ну, может, просто расскажите, где у вас отчеты проходят, чтобы люди могли просто прийти, услышать и прийти, чтобы там эфир тоже беречь. Смотрите, вот, просто улица Тельмана, была остановлена точная застройка, на этом месте останется сквер, хотели застроить. Дальше школа, то есть нет освещения, нет ограждения. Но самое основное, это где 4-й мост, Красноярский строится, 4-й мост. Жители оказались в такой заложенной ситуации, когда дом в районе стройплощадки не был внесен в муниципальную нужду, и получилось, что они начали жить за стройплощадкой. Ездит тяжелая техника, там, семьи, дети, маленькие дети, трехдесятилетние дети. Они полтора года писали, говорит, мы не можем ходить через свою площадку домой, попасть не можем. Везде на что-то по площадке написано, что осторожно, опасная зона, не допускайте туда детей. Кому бы ни писали, вот такая вот пачка отписок, вот у меня, как у председателя фракции, и я этим не персонально занимался, то есть полтора года власть осталась без света. Я говорю, ну, в самом-то деле, сколько надо-то, нам нужна какая-то трагедия, чтобы, не дай бог, какой-нибудь КАМАЗ или ребенок там проехал мимо, правильно ведь? И вот после того, как мы взяли ситуацию в свои руки, они наконец добились, потому что мы, во-первых, пришли в депутатский корпус, потому что до этого тоже были депутаты, которые работали, и ситуация у них никак не менялась. Мы взяли в свои руки, собрали совещание, то есть приехали все, собрали всех, настояли, и сейчас этот дом будут расселять. Иван Александрович Серебряков, по предварительной информации, он занимает сейчас второе место в гонке предвыборной губернаторской, но это, по чему, это предварительные данные, выдвинут он был партией «Патриот России», был сегодня гостем нашего эфира. Мы, конечно, будем все ждать официального подведения итогов и рассмотрения, в том числе жалоб, о которых говорил Иван Александрович в нашем эфире. Вам успехов, удачи, нашим зрителям хочу пожелать следить за политической звездой этого молодого человека, он молодой пока еще политик, но, похоже, достаточно перспективный, по крайней мере, об этом говорят те голоса, которые отданы в крае за кандидатуру Ивана Александровича Серебрякова. Мы после рекламы ждем в нашей студии других кандидатов на пост губернатора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы привыкли, что в телевизоре все не настоящее, все ярче, лучше, интереснее? Ведущие с утра просыпаются сразу красивыми, веселыми, и в голове у них куча интересных историй. Все, что мы говорим, одно вранье, все не так, как у вас. И мы, те, кто в телевизоре, конечно, живем в особняках, и войны, законы, рост цен нас не касаются. Все, что происходит вокруг, это и наша жизнь тоже. Мы показываем вам ее такой, какая она есть на самом деле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости ДВК. Продолжаем работать для вас в прямом эфире. И обновленные данные из краевой избирательной комиссии, которые появились только что в системе Газвыбор. Итак, после обработки 167 тысяч избирательных бюллетеней, лидер не изменился и уже, видимо, не изменится. На первом месте временно исполняющий обязанности губернатора края Виктора Александровича Толоконский. У него 60,08%. На втором месте Иван Александрович Серебряков, представитель партии Патриоты России, 17,93%. Далее представитель КПРФ Валерий Иванович Сергеенко, 14,04%. Далее Денис Побелат от ЛДПР, 4,73%. И замыкает пятерку Николай Васильевич Трикман. У него 1,67%. Есть и, конечно, абсолютные рекордсмены. Так, например, по предварительным данным из Багучанского района. А, сейчас нам показывают как раз анимацию, на которой понятно, что первый тур, по тем данным, которые есть сейчас, в первом туре избран губернатор. Напомню, что второй тур состоялся бы, если бы никто из кандидатов не набрал 50% в один голос. Это произошло, и это мы сейчас видим. Если говорить о рекордсменах, то по предварительным данным из Багучанского района, за временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Толоконского проголосовало 92,16%. Далее идет председатель КПРФ 5,88%. И третий, Иван Серебряков, около 2%. Напомню также, что это предварительные данные. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в краевой избирательной комиссии. В левой части экрана вы сейчас увидите видео из края избиркома. Это как раз те данные, которые постоянно обновляются в системе газвыбор. Ну а прямо сейчас в студии, в гостях у Алексея Клишко еще один кандидат. Это представитель партии «Справедливая Россия» Николай Васильевич Трикман. Да, Николай Васильевич Трикман, мы его пригласили. Это самый скромный, похоже, участник избирательной кампании. По крайней мере, Николай Васильевич, визуально, по крайней мере, я лично видел меньше всего вашей агитационной продукции, меньше всего счетов с вашим изображением. И, насколько я посмотрел по финансовым отчетам, вы и потратили на избирательную кампанию меньше всех денег. Ну, Алексей Михайлович, так оно действительно есть. Потому что мы кампанию изначально строили на позитиве, мы ее агрессивно и не представляли себе. Мы заявляли о своей программе, мы никого не критиковали. У нас же сегодня принято, народу надо зрелище, надо хлеба. Поэтому, видимо, такой результат. Скажите, как вам эта проверка боевых штыков вашей партии на этих выборах? Вы знаете, я думаю, что это та кампания, которая определила людей, которые показали себя с хорошей стороны, такой преданной, действительно справили в его рост. А есть люди, которые просто уклонились, которые предали нас. То есть и таких вы обнаружили? Есть люди, которые просто являясь, допустим, руководителем фракции в городском совете, вдруг они попадают в список за Виктора Александровича, человека от другой партии. Я думаю, что это абсолютно неверно. И мы, безусловно, после подведения итогов, сегодня уже мы говорим о предварительном итоге, мы все-таки сделаем анализ, обсудим, у нас ближайшая конференция будет и, безусловно, примем решение. Потому что непозволительно, когда люди избираются от справедливой России и являются депутатами вот именно в представительном органе и ведут себя таким образом. Это, скорее всего, похоже на какое-то предательство. Николай Васильевич, а не было у вас такого ощущения, что, может быть, зря партия так настаивала на том, чтобы обязательно выдвигать своего кандидата на пост губернатора? Вот меня, например, спрашивали, рассчитывает ли Трикман победить? Я говорю, вы знаете, мне кажется, что Трикман трезвый человек, вряд ли он рассчитывает на безоговорочную победу в первом туре, но для них это важно, как для парламентской партии. Вот я так отвечал на этот вопрос. Алексей Михайлович, вы знаете, в политике важно, вы знаете, как на Олимпиаде, это участие, а не победа. И, безусловно, не участвовать мы просто не могли. Не участвовать – это поражение. Скажите, а что для вас было самым горьким в этой избирательной кампании? Вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, у меня даже такого нет, что самым именно горьким. А самым радостным? Самым радостным, что я почувствовал, что меня в основном мои коллеги поддерживают, они переживают за меня, что переживают. Даже сегодня звонят в штаб, приходят, Николай, не переживай, все нормально, у тебя результат. Это тоже результат. Поэтому я думаю, что мы провели генеральную репетицию, Алексей Михайлович, перед выборами в представительную органу, которая будет в 2015 году. Там у нас где-то около 80% будут выборы. Местное самоуправление, по всему краю будут выбирать районные, городские советы. Поэтому мы как-то подшевелили своих сторонников, своих членов партии. У нас была возможность все-таки помахать флагами. Додействительную программу мы размножили около 400 тысяч листовок с программными документами. И люди все-таки почитают, посмотрят, осмыслят. А все равно в голосе какая-то обреченность, Николай? Нет, 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 абсолютно нет. Потому что, ну, безусловно, я же все-таки живой человек. Все равно есть что-то в душе. Хотелось бы больше. Хотелось бы больше. Ну, я думаю, что мы все-таки проанализируем. А вот можно еще одну такую тайну вопросить открыть. Вот ваши коллеги из другой парламентской партии, которые тоже, наверное, вряд ли претендовали на победу изначально, но активно использовали образ Владимира Вольфовича Жириновского. Мы еще об этом поговорим. Ваших коллег из КПРФ, вот я видел, в листовках поддержали, например, Жирес, Алфеоров, там и так далее. Вот у вас я не увидел, чтобы кто-то вот прям так вот хотел вас поддержать. Нет, 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 Алексей, у нас... Не дошло до меня. До вас, видимо, не дошло. У нас... В почтовый ящик не опустили ваши листовки. Да, не опустили. У нас в газете там есть Римма Маркова, нас поддержала известная. Артист Конкин поддержал. То есть все же такая федеральная по возможности поддержка. Поддержка была. Конечно. Скажите, что вам, с вашей точки зрения, чего не хватило в этой избирательной кампании? Я считаю, что все-таки мы уже понимаем, что технологии, вот это обязательно ресурсное обеспечение и... Дайте прямо за вещи. Деньги. Конечно. Денег не хватило? Конечно, конечно. А сколько, по-вашему, должна стоить избирательная кампания губернаторская, чтобы претендовать на победу? Алексей Михайлович, мы с вами принимали устав, там написано, не более 200 миллионов. Но это мы написали. А вот для победы, вот если бы вам дали 200 миллионов, спонсоры бы нашлись, вы стали бы губернатором? Спросили там, что же Барлаганова, сколько надо для счастья, да? Он сказал, 100 рублей, там сколько-то. Я думаю, что средняя кампания, безусловно, ну минимум где-то миллионов 60-70. А вы потратили? Мы потратили это 1 до 250. Понятно. Скажите, а компромат на себя какой-нибудь вы встретили в эту избирательную кампанию? Вы знаете, нет. Сейчас модно жаловаться на нарушения. Вы какие-то нарушения? Абсолютно нет. Вот чего нет, то того нет. Тут уже вот даже через лупу посмотреть. Мы на себе это не ощутили. Нам нигде ворота не закрывали. Руки не связывали, рот не закрывали. Николай Сергеевич, у вас есть возможность, глядя на вот эту камеру пятую, обратиться к избирателям, тем, кто за вас голосовал, и что-то сказать. Вот есть на этом 30 секунд. Уважаемые жители Красноярского края, уважаемые жители города Красноярска, я благодарен своим сторонникам, своим членам партии, своему штабу, что мы все-таки, несмотря на трудности с финансовым вопросом, провели эту кампанию и достигли определенных результатов. Я думаю, что итоги еще предварительные, а по оценкам итоговым, я думаю, что результат как-то изменится. Про предыдущего гостя в завершении я говорил, что такая новая звезда на политическом небосклоне Красноярского края, которую зажег для всех Анатолий Петрович Быков. Про нынешнего, вот сейчас гостя. Хочу сказать, что я всегда знал Николая Васильевича как такого бойца. Вот, похоже, он таким бойцом и остается, что, в общем, приятно, что у нас в краевой политике есть и такие. И Николай Васильевич Трикман, кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия», был в гостях у нас в нашем ночном таком марафоне. Сейчас время рекламы. Мы продолжаем работать в прямом эфире и продолжаем следить за подсчетом голосов на выборах губернатора Красноярского края. Расклад сил к этой минуте не изменился после подсчета бюллетеней, которые сейчас введены уже в данные системы «Газвыборы». 60,08% за Виктора Толоконского. На втором месте Иван Серебряков 17,93%. Далее Валерий Сергеенко 14,04%. Четвертое место Денис Побелат, партия ЛДПР 4,73%. И замыкает пятерку Николай Трикман, который только что был в нашей студии от партии «Справедливая Россия» чуть более полутора процента. Если говорить о поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Толоконского, то если говорить по городу Красноярск, то максимальная поддержка в Ленинском районе более 60%, около 61%. Минимальная поддержка в Октябрьском районе 52,76%. При этом если говорить о втором человеке в рейтинге, то я имею в виду Ивана Серебрякова, то в Октябрьском районе поддержка 27,3%, в Советском 28,68%. Судя по данным «Газвыборы», нигде на территории Красноярского края из тех районов, которые уже передают свои данные и передали в Центральную избирательную комиссию, уровень поддержки временно исполняющей обязанности губернатора Виктора Толоконского не составляет менее 50%, а где-то значительно больше. Но что удивительно и что интересно, и именно об этом, я думаю, в том числе поговорит Алексей Клешков со своим гостем, это результаты Дениса Побелата. Напомню, что в среднем по Красноярскому краю данные составляют чуть более 4%, а вот в некоторых районах, например, в Норильске это результат более 12%, в Саянском районе более 11%, в поселке Солнечном более 10%, и более того, есть и, например, таймырская долгонетская группа, это 12,66%. В этом смысле у меня вопрос и Алексею Клешко, и его гостю, а вот такой разрыв связан с тем, что Денис Петрович норильчанин и у него традиционная поддержка Севера? Илья, вам пожелать, а вы почитайте биографии кандидатов? Почитал. Много, что станет ясно, и в этом смысле действительно мы не сговариваем с Ильей. Я хотел Дениса как раз спросить, вот помогло ли вот эти норильские корни, вот то, что все-таки сам из семьи, шахтера, насколько я понимаю, да? Здравствуйте, я хотел поздороваться со всеми красноярцами, красноярским краем. И плюс еще сам лично провел в Норильске большое время. Да, я провел время в Норильске всю свою сознательную жизнь, 20 лет я прям прожил, я там провел много встреч, провели дебаты мы с представителями партии. Мне очень приятно, что именно северяне, норильчане, талнахчане, которые за меня проголосовали, актеры, друзья мои, одноклассники, они так консолидировали все усилия, провели там автопробеги такие активные, прям реакция была такая прям у сотрудников правоохранительных органов и ГИБДД, прям что поддерживают именно своего земляка. Очень приятно было это. Денис Петрович, ну вы у нас самый молодой участник этой избирательной кампании. Один из самых молодых. Да, вот и плюс еще и опыт, да, то есть это первая такая крупная, мощная кампания, такая серьезная заявка. Что для вас было самым главным, в чем успехи, в чем поражение, как вы считаете? Я считаю, что у нас прошла кампания, хотелось бы, конечно, быть, ну, чтобы было побольше процент, но на сегодняшний момент я являюсь краевым координатором ЛДПР, не такое время прошло много, чтобы каким-то образом партия у нас потеряла и рейтинг. Во время у нас выборов городского света мы не набрали хорошего процента. Поэтому то, что сейчас мне досталось, именно этот период времени, который я являюсь руководителем, и до сегодняшнего момента, я считаю, это хороший результат. Потому что у партии в региональном отделении ЛДПР серьезная такая перезагрузка идет, серьезный виток новый, есть люди, есть команда. И это чувствуется, это и по краю мы ездили, проехали много территорий, прям чувствуется, что люди к нам идут. Я лично сам встречался с жителями, с избирателями, и мы ощущаем поддержку именно наших избирателей, именно нашей партии ЛДПР в целом. Ну вот некоторые ваши предшественники в этом кресле говорили о том, что они ужасались от того, как люди живут в крае. Вот у вас было чувство ужаса от того, что вы видели в крае? Было чувство, даже не то чтобы ужаса, чувство несправедливости, которое люди, находясь в территориях, особенно в отдаленных местах, я был в Бугучанах, вот именно несправедливость в отношении к действующей власти, именно к представителям органов местного самоуправления, потому что люди хотят открытости, хотят, чтобы с ними договаривались, каким-то образом к ним шли навстречу, чтобы была какая-то обратная связь. И много у меня пришло, получил я обращение в свой адрес, непосредственно на руководителей. Ну опять же, люди жалуются разными проблемами, и дороги, и социальная сфера, то есть есть разные проблемы, которые мы взяли на заметку, мы уже отправили запросы соответствующие инстанции. То есть работа у нас такая была, то есть не только мы, как кандидаты меня представляли, но мы работали еще в рамках моих непосредственно полномочий депутата за говорительное собрание. Денис Петрович, ну мы все видели щиты рекламные, где вы бок о бок с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Надо сказать, что Жириновский в этом смысле действительно такой правильный политик, не бросает своих, поддерживает, независимо от возраста, от опыта работы в партии. Вот у вас от Владимира Вольфовича, от общения с ним, какие слова он вам говорил, как он напутствовал вас на избирательную кампанию? Ну я бы хотел сказать так, что Владимир Вольфович Жириновский – это единственный лидер партии, который поддержал меня публично в СМИ, поддержал меня на выборах губернатора Красноярского края. Он понимал, что это серьезная ответственность, что это центр России, Красноярский край. Он сказал мне, что Денис Петрович, мы видим, что у тебя есть серьезный потенциал, на будущее ты можешь возглавить региональное отделение, видим твою работу, перезагрузка какая сейчас идет. И тем самым он мне сказал, что вся полная поддержка ЛДПР на федеральном уровне, 56 депутатов Государственной Думы будут тотально помогать Красноярскому краю в случае победы. Даже в случае не победы, все равно мы уже и так помогаем, у нас много и инициатив проходит. В Государственной Думе от ЛДПР мы на Красноярский край тоже эти инициативы все реализуем. Поэтому я эту поддержку ощущаю. Вторая партия, это прежде всего, это у нас Владимир Вольфович, партия, потом уже идет по Белат. Поэтому у нас и такой девиз был выбран, вместе мы с силой. Ну и мне кажется, что, конечно, в этом смысле, вот в тех процентах, которые у вас по предварительным данным, тем не менее, мне кажется, что большой вклад как раз Владимира Вольфовича, и в том числе его активная позиция по Украине, по всему, что там сейчас происходит, очевидно, что, вот я бы сказал, сейчас два федеральных таких политика, Казюганов и Жириновский, это те, кто, ну, во-первых, они много их на федеральных экранах, они заняли четкую, однозначную позицию, они видны, они слышны. И сейчас своим участием, мне кажется, что Владимир Вольфович, вот вам принес пользу, именно в том числе, по такой патриотической позиции по Украине. Вы с этим согласны? Безусловно, ну, я бы так сказал, 25 лет партия ЛДПР защищает интересы граждан, проживающих в Российской Федерации, и не только, мы всегда говорим и за русский вопрос, мы всегда говорим за то, чтобы русские жили и укрепляли позиции свои в рамках своей федерации, своего государства, своей родины, где каждый проживает. И сегодня Владимир Вольфович и Жириновский активно помогают на Боруссии, в том числе гуманитарной помощью, и здесь у нас открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Я как бы лично участвую в этом, принимаю. То есть это очень важно, потому что сегодня мы все понимаем, что это глобальное идет давление со стороны Запада, что весь мир сейчас украина в телевизорах, что все политизированы этой проблемой. Мы считаем, что это люди не должны быть просто равнодушны, смотреть телевизор, надо каким-то образом всячески пропагандировать то, что мы русские, мы люди, которые переживают за наших братьев, славян, которые сегодня погибают на Украине, что нам нужно этим самым пропагандой это везде говорить, что мы с ними. По крайней мере, таким образом, что мы сейчас делаем, это мы на правильном пути, и я думаю, что это будет улучшать позиции людей, которые там сейчас терпят такую катастрофу. Спасибо. Кандидат в губернатора Краснодарского края от ЛДПР Денис Побилат был гостем в нашей студии. Денис Петрович, 30 секунд, камера номер 5. Вы можете обратиться к тем, кто проголосовал сегодня за вас. Уважаемые красноярцы, красноярский край, спасибо вам большое за то, что вы сегодня поддержали нас на выборах. Мы всячески будем двигаться дальше. Наши позиции крепчают, мы это ощущаем. Спасибо большое, что проработали все члены комиссии, которые с нами работали, всем, именно представителям комиссии, низкий поклон. Я был сегодня лично, практически на всех участках в городе. Молодцы, отстояли. Конечно, хотелось бы, чтобы граждане чаще ходили на выборы, особенно молодежь, и показывали более серьезную явку. Спасибо большое. Спасибо. Я передаю слово в нашем телевизионном марафоне Илье Зайцеву. Спасибо. У нас есть обновленные данные. В систему газвыборы уже поступило почти 40% избирательных бюллетеней. Если говорить о городе Красноярске, где обработано уже более 81% бюллетеней, Виктор Толоконский набрал по городу Красноярску 55,7% голосов, Иван Серебряков 25,13%, Валерий Сергеенко 13,21%. Ниспо Билат набрал 3,9%, а Николай Трикман чуть более 1,5%. Если говорить о числе испорченных бюллетеней, То, по данным Краевой избирательной комиссии, Из 271 тысячи бюллетеней 4226 были испорчены. То есть это чуть более чем 1,5%. А моя коллега Василиса Лукашевич сегодня побывала на избирательных участках в Красноярске, Где использовались автоматизированные как раз урны, Которые позволили так быстро подсчитать результаты в городе Красноярске, И в деревнях, где не все жители успевали за передвижной избирательной комиссией. Ей слово. Ну вот машина, вот здесь вот стояла. Я свидетель, машина была. Все, все сегодня галочки свои поставили. В деревне Покровка выборы главная тема на неделю вперед. Избирательный участок там сегодня так и не открылся. Вместо него приехал автомобиль с урной и двумя членами комиссии из райцентра. Заметили передвижной пункт для голосования не все. Маргарита Васильевна с внуком галочки так и не поставили. Вот машина, вот здесь вот стояла. Тем временем страсти закипает на участках в Красноярске. Жительница города уверяет, что нашла ошибку в списках избирателей. То есть в моем доме, у которого 19 квартир, приплюсованы еще две. 102 и 512. У нас их вообще никогда не было. Я живу уже там 16 лет. Абсолютно всех жителей знаю от и до. У нас таких нет ни Петрова, ни Сидоров. Я не могу какого-то кандидата обвинять в мошенничестве. Но в принципе, откуда дует ветер, я думаю, все у нас догадываются. Председатель так и не показала нам списки и потребовала письменные жалобы. Просто чисто в логике. Девушка расписывалась только за свою фамилию в своей строчке. И успела увидеть и 200 номер, и 500 номер, которые на одной странице однозначно никак не могли оказаться. Поэтому здесь как бы сомнения в ее обращении могут возникнуть. На городских участках царит атмосфера недоверия. Бюллетени обрабатывают говорящие электронные комплексы. А в селе Никольское даже урна прозрачная. Жителям нечего друг от друга скрывать. Явка на 16.00 34%. Говорят, если бы не уборка урожая, пришли бы и 64% сельчан. Голосуют здесь всегда прилежно и усердно. Порванный бюллетень засчитает, успокаивают члены комиссии. Тем временем наблюдатель Татьяна Николаевна ведет свои записи, кто пришел, чтобы потом все сверить. Она знает жителей Никольского не только поименно, но и по кличкам. Бабара. Ой, не Бабара, Беп. Его жена. Если в деревне люди идут на участки прямо с картошки, в калошах и резиновых сапогах, то в городе можно заметить людей, для которых выборы долгожданный праздник. И если деревенские жители приходят на участки поболтать, то в городе выборы повод пообщаться с медиками. В Красноярске вместе с голосованием сегодня можно было измерить давление. И если для горожан 20.00 – время окончания работы участков и начало новостей, то в деревнях это в первую очередь время возвращения коров домой. Василис Лукашевич, Николай Чистяков, Новости ТВК. Да, мы продолжаем в прямой эфир в студии ТВК. У нас сейчас, к сожалению, пустое кресло нашего гостя. Не успел по времени доехать до нас Валерий Иванович Сергеенко. У него сейчас много людей в штабе, в его штабе КПРФ. По предварительным данным, напомню, третье место у Валерия Ивановича. Но мы вышли с ним на связь. Валерий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Иванович, знаю, что вокруг вас там много сейчас людей. Тем не менее, надеюсь, вы уделите время и зрителям ТВК. Валерий Иванович, с каким чувством завершаете избирательную кампанию? Чувство обычное. Когда проходит эта кампания, испытываешь облегчение. Ну вот, наконец, закончилось. Ну вы же опытный политик, да. Да, можно подводить итоги. Так что, во-первых, хотел через вашу студию, вашу кампанию поблагодарить всех тех, кто помогал мне на выборах. И здесь, в городе, и в крае. Во-вторых, тех избирателей, которые отдали голоса за меня. Спасибо. Я все это помню и понимаю, что такой выбор, какой вы сделали, это ваш выбор. Я его уважаю и ценю. Валерий Иванович, даже для КПРФ у вас была необычайно жесткая кампания. Вы активно использовали тему «свой и чужой». Как вам кажется, удалось вам вот этот свой месседж, свое послание донести до избирателей? Судя по итогам выборов, нет. Судя по итогам выборов, люди довольны тем, что происходит в крае. Люди довольны системой управления. И для меня тоже надо делать определенные выводы. Значит, у нас все замечательно. И выборы, люди выбрали путь тот, которым шли до сих пор. И выбрали свою судьбу, связав с тем, что у нас будет очередной приезжий губернатор. Валерий Иванович, не могу не вспомнить, еще у вас было такое долой временное правительство. И в краевой тусовке пошучивали, что не очень понятно, это вы о Томенко или это вы о Толоконском. Да нет, все это, как говорится, лозунги из прошлого. И они были всегда и есть сегодня. И временное правительство, это те, кто приезжает сюда на время и через некоторое время съезжает, как будто их тут и не было. Валерий Иванович, очень активно, обсуждаемо было, вот это последняя часть вашей избирательной кампании, когда в городе, в Красноярске, на телевидении появились щиты, ролики с лицом молодого человека, у которого рот был зашит. Вот необычно, удивительно. Может быть, поделитесь, почему ваш штаб решил вот так ударить с этим лозунгом «Мы не рабы, мы за Сергеенко». Мы хотели таким образом ту креативную часть населения, тот креативный класс, который все больше завоевывает пространство наше. Как бы мы ни говорили, что молодежь у нас какая-то не такая, на самом деле она исключительно и умная, и образованная, и самостоятельная. Она сама себя уважает, и вот именно она не ходит на выборы. Она уже давно, эта молодежь, став, сделав сама себя, без государства. А вот государство, на мой взгляд, без нее не обойдется. И мы послали вот этот месседж именно этой части избирателей. Мы получили много откликов, причем откликов было, были эти отклики двух, как бы, противоположных. Кому-то понравилось, кому-то нет. Примерно 70% одобрительных и примерно 30%, мягко говоря, не очень. Поэтому это было обращение к той части избирателей, которые никогда не ходили на выборах. Ну вот... Спасибо, спасибо, что пояснили. Так, как хотелось бы, пока не удалось. Да, спасибо, что пояснили, Валерий Иванович. Я добавлю, что мы специально выясняли, и даже пытались сегодня пригласить сюда в студию, мы выяснили, чье это лицо. Это Иван Мартынов, первый секретарь Железногорского ЛКСМ, но, к сожалению, он тоже не смог приехать. Валерий Иванович, и еще один вопрос. Сейчас уже видны предварительные результаты, по которым вы, опытный, авторитетный политик, заняли третье, предварительно занимаете третье место, пропуская вперед такого молодого политика Ивана Серебрякова, который шел с лозунгом Серебрякова в губернатор и Быкова в руководителе краевого правительства. Вот для вас это ожидаемо или нет? Как вы оцениваете эту ситуацию? Я оцениваю ее так же, как и очень многие. Там главным и определяющим этого выбора является вторая фигура, а не первая. И это явилось еще одним, я думаю, явится еще одним сигналом властям, что же на самом деле происходит в красноярском истеблишменте. С одной стороны, но самое главное, насколько это проецируется на обычного человека, на обычного избирателя. Спасибо большое. Опытный политик, кандидат в губернаторы от КПРФ Валерий Иванович Сергеенко был у нас в прямом эфире по телефону. Спасибо вам за участие. Валерий Иванович, есть ли у вас желание что-то сказать тем, кто голосовал за вас сегодня на выборах губернаторских? К сожалению, сорвался звонок. Еще раз напоминаю, Валерий Иванович, спасибо за участие в нашем эфире. Я передаю слово Илье Зайцеву. Спасибо большое, Алексей. У нас есть обновленные данные, которые поступают в систему ГАЗ-выборы, которые демонстрируют нам существенный рост и продолжающиеся укрепления позиций временно исполняющей обязанности губернатора Виктора Толоконского. По последним данным за него в абсолютном выражении проголосовало 254 711 избирателей. Это почти 61,5%. Далее идет серьезная борьба между двумя, соответственно, Иваном Серебряковым, у которого сейчас более 16%, и у Валерия Сергеенко, у него 14%, разрыв уменьшается. Далее Денис Побелат, который перебрался через психологическую отметку в 5% и замыкает пятерку. Николай Васильевич Трикман, у него 1,73%. Напомню, что это предварительные данные. Более-менее новые данные мы ожидаем менее чем через 15 минут, когда в прямом эфире нашего марафона покажем брифинг представителя краевой избирательной комиссии Константина Бочарова. Сейчас вы видите, что, конечно, при нынешних данных и при по оценкам специалистов второй тур уже невозможен. Напомню, что он мог бы состояться, если бы проголосовало ни за одного из кандидатов, не проголосовало более 50% избирателей. Простите, если говорить о других выборах, то поступает, как сообщает агентство Интерфакс, явка на избирательных участках в Крыму на 15 часов московского времени составила 35,13%. Об этом сообщают корреспонденты со ссылкой на главу крымского избирком Михаила Малышева. По состоянию на 10 часов явка составляла 14%. Напомню, что выборы в Крыму и Севастополе первые после вхождения региона в состав России. Стоит также добавить, что по данным на 18 часов в Мосгордуму явка составила 17,48% голосов. Если говорить о других идущих кампаниях сейчас, то и в Новосибирской области, и в Якутии, и в других регионах везде одержали победу из тех данных, которые уже сейчас публикованы, временно исполняющие обязанности губернатора. Что касается других выборов, которые сегодня также шли на территории Красноярского края, то, например, в Назарово, где сегодня выбирали главу, по предварительным данным побеждает кандидат от партии «Патриоты России». Если говорить о других еще явлениях этих выборов, то в интернете выборы 2014 обсуждались достаточно активно, и многие говорят, что никогда ранее так активно не обсуждались. Пользователи сети выкладывали фотографии и комментарии, отмечали себя на участках, пусть редко на все же сообщали о нарушениях, но, безусловно, главный тренд нынешнего года – это селфи на избирательных участках. То есть фотография самого себя вместе с бюллетенем или рядом с урной. Выполнить гражданский долг приходили и вместе с детьми. Пользователи комментировали с малых лет, приучая свою чадо к ответственности. Ресторатор Владимир Владимиров запечатлел себя в смокинге и с бабочкой, сообщив пользователям, что на выборы он идет как на праздник. В ответ на этот пост шоумэн Александр Белов решил пойти на участок без праздничных атрибутов, зато в темных очках. Кстати, например, в Самарской области среди пользователей глобальной сети был объявлен конкурс на лучшее селфи возле урны. Победителю ожидает поездка в Китай. Что же, что мы имеем еще к этой минуте? Сейчас проверим, не обновились ли новые данные. Число, кстати, недействительных избирательных бюллетеней продолжает расти. Если мы ранее говорили о том, что в целом их чуть более полутора процентов, и тогда это было 4226, то сейчас их 6543 бюллетеня. При этом общий процент этих бюллетеней остается прежним. Стоит также отметить, я прошу режиссера, если есть возможность это показать. Я напомню, что по данным к этой минуте Виктор Толоконский, по данным системы Газвыбора, набирает 61,43%. То вот по данным Фонда общественного мнения, который мы показывали в эфире в 20.00, результаты Виктора Толоконского оценивали социологами как 63,13%. Если говорить о следующих, то по данным этого же опроса, Валерий Сергеенко набирал 16,82%. Далее шел Иван Серебряков 15,45%. Далее Денис Побелат 4%. И тогда отказались ответить порядка 30%. Что касается Виктора Толоконского, судя по всему, эти данные могут быть максимально близки к той истине, которая есть. Хочу прокомментировать два момента. Мне кажется, чтобы нашим зрителям было тоже понятно. Два изменения произошли. Поскольку в Красноярске теперь у нас КАИБы, то если раньше Красноярск фактически последним вводился, данные по Красноярску, поскольку здесь самые крупные участки, они вводились почти последними в машины избирательные в систему газвыборов, то сейчас фактически они поступили одними из первых. Традиционно у нас лоэлистское население живет в территориях края, преимущественно в сельском местности, поэтому теперь мы наблюдаем обратную картину. Но если раньше на выборах за представителей партии власти всегда сначала шел высокий процент, пришедший с территории края, и потом понижался, то сейчас мы видим обратную картину. Это вот для понимания того, что происходит с графиками, с цифрами. Что же касается экзит-пулов, на которые сейчас ссылался наш мой коллега Илья Зайцев, должен сказать, что всегда очень важна вот эта цифра, сколько процентов отказываются отвечать на вопросы, за кого вы проголосовали на выходе избирательных участков. Вы видели сейчас в таблице, примерно 30% сейчас отказывалось отвечать, и вот здесь распределение этих голосов, оно не происходит пропорционально. Как правило, отказываются отвечать в большей степени те, кто голосует за оппозицию, и в меньшей степени те, кто голосует за представителей власти. Вот такие подробности нашей кухни предвыборной мы делимся ими с нашими зрителями. Алексей, я хотел задать следующий вопрос. Очевидно для многих было, что это не секрет, что Виктор Александрович одержит победу в этих выборах. Вопрос был в первом ли, во втором ли туре. В том числе политологи, которые были в этой студии, не отрицали эту возможность, но вопрос, который возникает у меня. Вот в Красноярске на выборах в Горсовет при существенно меньшей явке победу одержала партия, которую активно поддерживал Анатолий Петрович Быков. В ситуации города Красноярска сейчас ни в одном из районов кандидат от партии «Единая Россия» не набирает меньше 50%. А что изменилось за то время, которое прошло? Мне кажется, что принципиально важно. Красноярцы, как политически подкованные люди, они все же внимательно смотрят, какая власть формируется на этих выборах. Вот сейчас мы выбираем высшее должностное лицо, степень ответственности которого перед гражданами, перед краем, степень ответственности за взаимоотношения с федеральным, в том числе, центре, чрезвычайно высока. Применительно же к городскому совету красноярцы, и это показывает вся социология, убеждены, что в городском совете должны быть представлены представители разных партий, что там не должна ни одна партия доминировать, и, собственно, это и было результатом выборов в Красноярский городской совет. Поэтому, мне кажется, что результаты голосования свидетельствуют об ответственности жителей края. Ну, а в этом плане очевидно же, что следующая серьезная кампания, это 16-й год, законодательное собрание. В этом плане может ли измениться то, каким образом партия власти, учитывая ошибки возможные во время выборов в городской совет, будет продвигать и доводить вот эту самую мысль? Вы знаете, мне кажется, что уже сейчас для всех должно быть очевидно, что заявка Анатолия Петровича Быкова на формирование большого ядра симпатизирующих ему политиков в целом системе власти краевой, она достаточно серьезна. И мне кажется, что уже сейчас можно прогнозировать, что команда Быкова будет активно участвовать в выборах в законодательное собрание края, причем составить серьезную конкуренцию федеральным партиям, в том числе и Единой России, и Справедливой России, КПРФ, и ЛДПР. Вот результаты мы увидим чуть позже. Но мне кажется, что главное, что вот наш такой федерально-политический олимп должен для себя понять, что в Красноярске формируется новый политический ландшафт. Это нужно учитывать в своей ежедневной работе. Ясно. Что ж, будем ждать, учитывая, что ландшафт все-таки может еще измениться, тем более все же ждут, какие решения первый может принять новый губернатор Красноярского края после вступления в должность. Он, кстати, надеюсь, появится совсем скоро в нашей студии. И надеюсь, у нас будет возможность пройти самые первые шаги, спросить прямо здесь, в нашей студии, в прямом усилии. Кстати, очень многие интересуются, а вот его политика не приводить сюда не местных, она останется после выборов? Думаю, что это интересует в том числе и многих из тех, кто голосовал за Толоконского и поддерживал его в ходе избирательной кампании. Опять-таки спросим об этом непосредственно у Виктора Санча Толоконского. Насколько вот наше предварительное общение показывает, он старается держаться этой мысли достаточно устойчиво. Что ж, а пока еще новости с информационных лент о выборах губернатора Красноярского края, в этих итогах, которые сейчас подводятся, серьезных нарушений во время проведения выборов в Красноярском крае не зарегистрировано. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МВД России по региону полковник полиции Александр Попов. Помним, что на избирательных участках сегодня дежурили более 4 тысяч сотрудников полиции, которые обеспечивали порядок. По словам Попова, в полицию поступило 4 сообщения о возможных нарушениях, 2 из которых сразу удалось проверить, и они не подтвердились. В Уярском и Емельяновском районах. Так, на одном из участков жители усмотрели нарушение в том, что кандидат на выборную должность подвозил избирателей на участок. Однако при выяснении обстоятельств стало понятно. Люди, которых он подвозил, его родственники. Кроме того, уже после 19 часов появилась информация, что в Дзержинском районе и в одном из районов Красноярска людям предлагали проголосовать за одного из кандидатов. Это заявление пока не проверено, так как поступило совсем недавно, и подтверждение или опровержение изложенных в жалобе фактов пока в полиции дать не могут. Что ж, пока мы ждем начала брифинга в Краевой избирательной комиссии. По плану оно начнется в ближайшие 2 минуты. Давайте еще раз для тех, кто, возможно, только что к нам присоединился, посмотрим те данные, которые есть на эту минуту. Итак, по данным на эту минуту, за Виктора Александровича Толоконского, кандидата от партии «Единая Россия», временно исполняющего обязанности губернатора, проголосовало 61,43% избирателей. Это в абсолютном выражении 254 711 человек. Далее на втором месте Иван Александрович Серебряков 16,22%. Это в абсолютном выражении более 67 тысяч избирателей. Он, напомню, представлял партию «Патриоты России». Далее Валерий Иванович Сергеенко от партии «КПРФ» 13,99% или 58 тысяч избирателей. Далее Денис Побелат, ЛДПР 5,04%. И, наконец, замыкает тройку Николай Васильевич Трикман 7,192 голоса или чуть более полутора процентов. Что ж, я хочу спросить у режиссера, есть ли у нас возможность сейчас посмотреть, что происходит в Краевой избирательной комиссии, когда начнется брифинг председателя Краевой избирательной комиссии. Потому что, напомню, что именно на этом брифинге должны быть озвучены первые официальные результаты. Мне рассказывает режиссер, что Константин Бочаров уже появился в зале, где будет проходить пресс-конференция. Он ждет, видимо, судя по всему, и если не изменяет, он готов начать. Давайте переключимся на Краевую избирательную комиссию. А пока я напомню, что мы благодарим наших партнеров, автономно-некоммерческую организацию, спортивное вещание «Панорама» за помощь в организации в течение всего дня. Сегодня прямой трансляции из пресс-центра Краевой избирательной комиссии. Что ж, переносимся на проспект Мира, 110. Слушаем. Доброй ночи, уважаемые красноярцы, господа журналисты. Уже сейчас я могу огласить некоторые предварительные итоги голосования на выборах губернатора Красноярского края. И они выглядят следующим образом. Из 2193 протоколов 1497 введены в государственную автоматизированную систему выбора. То есть обработано 68,26 протоколов. Какова картина по голосованию за кандидатов? На первом месте Толоконский Виктор Александрович за него отдало 272 678 голосов избирателей. Он получил, что означает 61,63 процента голосов. Серебряков Иван Александрович получил 70,436 голосов избирателей, что составляет 15,92 процента. Сергеенко Валерий Иванович получил 62,481 голосов избирателей, что составляет 14,12 процента. Побела Денис Петрович получил 22,340 голосов избирателей, что составляет 5,5 процента. И Трикман Николай Васильевич получил 7572 голосов избирателей, что составляет 1,71 процента проголосовавших. Я еще раз хочу сказать, что это предварительные итоги по 1497 протоколов, введенных в государственную автоматизированную систему выборы. То есть по сути остается еще 30 процентов. Я полагаю, что к утру 15 числа будут введены 99,99 процента всех протоколов. Мы обычно получаем, немножко запаздываем, получая протоколы с самых отдаленных территорий. Но думаю, что в 12 часов мы будем иметь полную картину, как проголосовали наши избиратели на территории Красноярского края на выборах губернатора. Если брать отдельно по территориям, то в 17 территориях за Виктора Александровича Толоконского проголосовало более 70 процентов избирателей. 90 процентов избирателей отдали свои голоса Виктору Александровичу Толоконскому в Хаттанге и в тех участках, которые прилегают к этому городу. По Красноярску Виктор Александрович Толоконский по всем районам набрал более 50 процентов голосов. Вы можете ознакомиться на карте в разрезе всех территорий с голосованием. Что касается жалоб и обращений при подведении итогов. Уже одна территориальная избирательная комиссия города Красноярска. Мы слышали, это был брифинг, это был прямой эфир из краевой избирательной комиссии, из пресс-центра, где озвучены, судя по всему, последние на сегодня официальные данные. Напомню, что официально результаты будут подведены завтра к полудню. Но сейчас ситуация в целом понятна, я озвучу эти цифры еще раз. Сейчас в систему газвыборы введено более 62 процентов бюллетеней. И расклад сил не изменился и, судя по всему, уже не изменится. И при этом лидер Виктор Александрович Толоконский продолжает набирать проценты в среднем. По данным, после введения 1497 бюллетеней за Виктора Александровича Толоконского удали свои голоса более 61,5 процентов избирателей. Далее остается Иван Серебряков, это 15,92. Разрыв с ближайшим преследователем и кандидатом от КПРФ Валерием Сергеенко сокращается у последнего 14,12 процента. 5 процентов у Дениса Побелата и чуть более полутора процентов у Николая Трикмана. И, как вы слышали, в 17 территориях Красноярского края временно исполняющий обязанности губернатора набрал более 70 процентов. Ну а моя коллега Василиса Лукашевич сегодня вечером отправилась по избирательным штабам. Посмотреть, как там встречают новости при подсчете голосов. За кулисы, куда обычно не пускают. Она и побывала. Посмотрим прямо сейчас. Когда стали говорить за Дениса Петровича, 16 человек, у меня прям слеза покатилась. Меня председатель такая, Жень, ты что плачешь? Я такая, ну, говорю, обидно, ну реально обидно. Наблюдатель Евгения от партии кандидата Дениса Побелата спала сегодня всего несколько часов. Позади месяц трудов всего избирательного штаба. И признавать тот факт, что их человек не вошел в тройку лидеров, непросто. За компьютерами у экранов и у телефонов те люди, которые работают над образом претендентов-губернаторы. И уже подводят итоги своего труда. У штаба кандидата Трикмана нас встречает сам Трикман. Последнее место не повод для радости, но стол накрыт праздничной. С рыбой, салатами, сушей, пиццей и тортами. Ведь несколько тысяч избирателей проголосовали все же за Николая Васильевича. Все из «Справедливой России» уверены, что силы участников губернаторской гонки изначально были неравны. В этой ситуации, которая сегодня у нас сложилась в Красноярском крае, конечно, это все не так просто. Компания очень короткая, компания несправедливая. Ну а результаты мы уже узнаем позже. Вот именно эта компания чем запомнилась. Тем, что она была очень короткая и очень скомканная на самом деле. Потому что я ни в одной избирательной компании принимала участие. И как могла, помогала Николаю Васильевичу Трикману, потому что я член партии «Справедливая Россия». Ну, компания была очень вот такая сжатая. Здравствуйте. Можно нам на пять минут к вам поснимать? Нет, нельзя. А в штаб лидера Виктора Толоконского попасть, увы, не удалось. Кстати, именно там сегодня вечером сконцентрировалось большое количество известных политиков. Фуршет и неподдельная радость от победы остались за кадром. Члены штаба в Рио губернатора спали сегодня 4-5 часов. Ну, обошлось, говорят, бездохновенно. Нам не нужен никакой флеш и кофе. Ну, сколько времени идут выборы в Красноярском крае. Ну, эта компания, она была спокойнее многих. То есть здесь была главная задача у штаба познакомить Виктора Толоконского с красноярцами. Потому что объективно время для того, чтобы личность позиционировать. Его объективно мало этого времени. Главные опасения были в том, что вот за этот короткий промежуток избирательной кампании нам не удастся, скажем, представить его всем красноярцам. Потому что лето – это тяжелый период для ведения избирательной кампании. Люди мало смотрят телевизор. Напомню суммарно, штабы пятерых кандидатов вложили в избирательные фонды почти 70 миллионов рублей на выборы. Василий Солкашевич, Евгений Мачев, Новости ТВК. Ну и, как и обещали, прямо сейчас в прямом эфире новостей ТВК в рамках нашего проекта «День выборов». Судя по всему, по предварительным данным, победитель этой кампании – Виктор Александрович Толоконский вместе с Алексеем Клешко. Алексей Михайлович. Спасибо. В Инстаграм выложил. Веду репортаж прямо из студии. Виктор Александрович, добрый вечер, доброй ночи. Доброй ночи. Можно поздравлять уже? Ну, лучше дождаться официального объявления, хотя я думаю, что результаты уже качественно не изменятся. Вы доволен результатом? Да, я доволен результатом. Я, в принципе, удовлетворен всем ходом избирательной кампании. Она была непростой. И я думаю, что всем очевидно, всем понятно, что это была открытая и конкурентная кампания. Участвовали все представители парламентских партий, участвовал представитель партии «Патриоты России». Все кандидаты активно встречались с избирателями. Были постоянные дебаты в теле, радио, эфире. Было много агитационной продукции. И, в общем, так сказать, что можно было выиграть эти выборы, не приложив максимум усилий, не могу. Я действительно работал так, как, может быть, даже не работал в те первые свои избирательные кампании в 90-х, в 2000-х годах. Виктор Александрович, вы тогда же слышали наверняка про особый жесткий характер выборов в Красноярском крае. Но вы следили, что тогда тоже вспомните Зубов, Лебедь, Ус, Хлопонин. А вы ожидали, что в отношении вас будет тоже такая жесткая критика звучать? Нет, на самом деле я не столько, может быть, опасался или настраивался на какую-то жесткую конфронтационную борьбу, сколько была сложность, вот как сейчас говорили коллеги из штаба, что было непросто за три месяца познакомиться с краем, высказать свои позиции. Ведь одно дело биография, которая написана на бумаге, другое дело конкретные дела. И личные впечатления. Там много нужно было найти и времени, и возможностей. При этом вы ведь хорошо понимаете ситуацию в крае, что одновременно нельзя было и отключиться от повседневных задач. Ведь нужно было каждый день принимать решения и по формированию бюджета, и по решению различных задач по подготовке к отопительному сезону, и социальные задачи. Это так. Но вы знаете, Екатерина, всё равно я не могу вас не спросить. Ну а каково это? Мне просто правда интересно, ну по-человечески, по-журналистски, а каково это вот ездить каждый день у него плаката, на котором написано, свой или чужой? Ну, вы знаете, я не скажу, что это вызывало у меня какую-то там бурю чувств, обиду, злость тем более. Да, я считаю, что это не самое такое лучшее решение штаба Валерия Ивановича. Это, мне кажется, всё-таки, что для избирателей, для жителей края очень важно, чтобы руководитель края, губернатор, он был настроен на их проблемы, на их волну, чтобы они чувствовали и понимали, что этот человек не из каких-то бизнесов, не из каких-то там своих интересов, что он готов служить людям. Вы настраивались на какой результат? Ну, на самом деле, я так, честно говоря, старался никого и себя не расслаблять, но думал, что 57-58%, кстати, 58% у меня были результат выборов в Новосибирской области в 2003 году. То есть план перевыполнен? Да, я думаю, что 62-63%, которые, вероятнее всего, будут, они, конечно, ну, примерно в районе тех ожиданий, которые я чувствовал, видел, но, повторяю, я не был самоуверен, не был убеждён или уверен, что это само собой придёт, за это надо было очень сильно побороться. Вас и ваш штаб обрекают в большом использовании административного ресурса. Это и сегодня здесь звучало в эфире от оппонентов ваших? Ну, на самом деле, это не серьёзно и неубедительно. Я думаю, что люди, отойдя от вот этой запала, они поймут, что на самом деле была жёсткая, твёрдая моя позиция, что все кандидаты должны получить подписи. Это было непросто сделать, потому что действительно, ведь одно дело решение партии выдвинуть кандидата, и в очень многих регионах была занята позиция, что члены партии «Единая Россия» не должны отдавать голоса другим кандидатам. Я просил, чтобы такого ограничения не было, чтобы люди чувствовали свою свободу. Если они убеждены лично, что этот кандидат достоин участвовать в выборной кампании, то они должны отдать этот голос. И я думаю, участники процесса вряд ли назовут мне сейчас регионы, где все заявленные кандидаты, все были спокойно зарегистрированы, собрали подписи, которых без «Единой России» собрать невозможно в Красноярском крае. Участвовали, никаких не было ограничений в самом процессе. Я старался с максимальным уважением относиться ко всем кандидатам. Я лично участвовал во всех без исключениях дебатах. Во всех. Почему-то, кстати, федеральные газеты написали, что вы не ходили на дебаты. На все без исключения. Вот все, что было по «Жеребьевке», несмотря на очень плотный график и занятости, ни одной встречи я не пропустил. И это была, опять же, такая принципиальная позиция, которой я старался придерживаться. Понятно, что, ну, тоже ведь, вот если так уж говорить, то поддержали в первую очередь меня обычные, простые люди. Я понимаю, что было, может быть, какие-то сомнения в различных элитах, потому что человек со стороны, человек там со своими уже какими-то традициями, со своим опытом, со своими приоритетами. А вот люди подходили ко мне на всех встречах, подходили на улицах. Я чувствовал эту поддержку. Я очень благодарен красноярцам, очень благодарен многим-многим людям, которые все эти четыре месяца, сегодня ровно четыре месяца, 14 мая поздно вечером сошел с трапа самолета. И вот за эти четыре месяца все были, вот я чувствовал энергию этих людей. Тогда, кстати, многие обратили внимание, что вы вышли с теннисными ракетками. Да, я... И говорили, что попытаетесь поиграть. Удалось вам за эти четыре месяца поиграть? В теннис два раза поиграл, когда приезжал. Сын в баскетбол ни разу. Я привез себе баскетбольную форму. У нас, кстати, сейчас камера, это для вас тоже будет сюрпризом. Камера сейчас показывает, на живой камере у нас есть видео. Вся семья Виктора Александровича Толоконского сейчас сидит, ждет, переживает за вас, радуется вашей победе. Вот мы видим и супругу вашу, и детей, и семьи, и внуков. Хотя уже время такое позднее. Ну, знаете, такие ночи нечасто бывают. Да помашите рукой внукам, Виктор, вот и внуки в ответ. А если все-таки серьезно, Виктор Александрович, что вам запомнилось больше всего в ходе этой избирательной кампании? Ну, вы знаете, настолько она была действительно интенсивной, что во мне очень сильно присутствуют все встречи. Мне даже сны сейчас снятся, как продолжение каких-то наших встреч, каких-то обсуждений проблем, то в одном районе, то в другом районе. Это все были интересные, полезные для меня обсуждения проблем. Были, конечно, очень интересные предложения. И вот этим тоже красноярцы отличаются. Вот не так давно в Лесосибирске обсуждаем разные проблемы. И лесопромышленного комплекса, и проблемы управляющих компаний, и ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе. И встает один уже в солидном возрасте человек и говорит, для решения транспортных проблем нужно использовать дирижабли. И показывает мне, что это передает. Я уже в пятницу на личном приеме пригласили, с ним встретился, взял у него материалы. Это действительно интересная такая техническая и организационная проблема, которую будем изучать. Кто-то предлагал какие-то изобретения. Вот тоже уже в последнюю неделю я успел посмотреть в деле, даже немножко травму получил, потому что под автобусами ходили, посмотрели прибор, который позволяет лучше сжигать топливо, уменьшать выбросы. И прямо вот на конечной остановке автобусов в Академгородке посмотрели этот прибор в деле. То есть вот эта настроенность красноярцев на изменения, на обновления, их активная позиция, она действительно и запомнилась, и давала все эти четыре месяца особые силы, особую энергию. Виктор Александрович, уже сейчас во время этого эфира звучали от наших зрителей вопросы. Ну что, выборы состоялись, теперь Толоконский привезет новосибирцев руководить нами красноярцами. Ждать этого от вас? Нет, ждать этого не следует, потому что на самом деле четыре месяца уже показали не только, что я могу держать слово, которое я дал, сойдя с самолета, но четыре месяца главное показали, что в Красноярске очень много способных, талантливых управленцев, очень много ответственных людей. Конечно, какие-то обновления произойдут, будет формирование и правительства края, будет формирование администрации, губернатора края, будет большая опора на экспертное сообщество, научное сообщество, возможны некоторые структурные изменения. Но, безусловно, костяк управленческой команды есть. И вы знаете, если уж я был бы настроен на кого-то из Новосибирска, то, наверное, уж в таком остром периоде, как выборы, наверное, можно было кого-то привлечь, но и этого не было. Я тоже могу совершенно сейчас уверенно сказать, что во всей организации выборной кампании в планировании моих встреч на обработку очень многих обращений, которых были тысячи, десятки тысяч в эти дни, потому что на новенького очень многие люди направляли мне то, что наболело, то, что не удавалось решить в прошлые годы. И вот то, что этим занимались, опять же, красноярцы, люди, которые хорошо знают край, люди, которые знают людей. Я поблагодарил сейчас весь штаб, поблагодарю очень многих людей, агитаторов, активистов, которые работали в каждом городе, в каждом районе. К сожалению, я не во все районы успел приехать, и это было особо сложно, когда люди представляли меня в тех территориях, где я еще не был. Даже нам звонили люди, почему к нам не доехал. Поэтому эта победа далеко не моя, это победа красноярской команды, это победа красноярцев, победа многих-многих людей. И, конечно, я с этими людьми готов идти вперед, готов решать многие задачи по развитию края. А можно теперь неприятный вопрос? Что вам было самое неприятное в ходе этой избирательной кампании? Ну, опять же, я не скажу, что у меня что-то вот так легло на сердце, что я бы долго носил или долго переживал. Да, ну, может быть, какие-то отдельные моменты или отдельные высказывания. Понимаю, что в выборах они бывают. И умом я это готов понять и принять. Но ведь есть еще чувство, есть еще сердце. И ведь я со всеми кандидатами был полностью открыт, полностью был во взаимодействии. Со многими даже обсуждал свое участие в этих выборах. Я тоже благодарен своим соперникам, участникам процесса, что они в главном очень порядочно и по-мужски вели себя. И я не чувствовал здесь каких-то там таких проявлений, таких действий, которые могли бы вызвать какую-то там обиду или сильную боль. Но выбор есть выбор. И самое главное, чтобы этих ощущений обид не было завтра, не было уже в наступающем новом дне. Чтобы мы все вместе объединяли общество и шли вперед. Все-таки главное, что было в этих выборах и у кандидатов, и у агитаторов, и у избирателей, это стремление сделать Красноярский край сильней, сделать его лидером, сделать его полноценной территорией развития и все вместе идти вперед. Спасибо большое. По предварительным данным победитель избирательной кампании. По выборам губернатора Красноярского края Виктор Александрович Толоконский, выдвинутый партией «Един Россия» был в нашей студии сегодня. У нас еще есть много вопросов. Надеюсь, ответы вы увидите от Виктора Александровича уже в понедельник, то есть сегодня вечером в привычное время после новостей. Сейчас передаю слово Илье. Да, спасибо, Алексей. Хотелось бы повторить еще раз те данные, которые у нас есть к этой минуте. Итак, после обработки 68,26% бюллетеней Виктор Александрович Толоконский набирает 61,63%. Далее идет Иван Серебряков, это 15,92% и закрывает тройку кандидат от КПРФ 14,12%. Губернатор в Красноярском крае Избран в первом туре. Если говорить о других компаниях, которые продолжались на территории Российской Федерации, то, как сообщает федеральное издание, закрылись участки по всей стране, кроме Калининградской области. Единственные сюрпризы, которые могут ожидать, по данным Экзитпола, это Республика Алтай. Там глава Республики Александр Бердников, судья по данным Экзитпола, балансирует на грани 50%. А вот в Крыму, который, напомню, впервые в истории после присоединения к Российской Федерации, также проходят выборы, партия «Единая Россия» набирает более 70% голосов. Также в Госсовет Крыма, вероятнее всего, пройдут депутаты от ЛДПР. Их поддержало 9,3% избирателей и КПРФ 6,6%. Что можно еще добавить сегодня? Я уверен, что официальные результаты будут подведены и озвучены уже завтра в 12 часов в Краевой избирательной комиссии. Хотя, как полагают специалисты, расклад сил уже не изменится. Спасибо, что эти полтора часа вы были вместе с нами в эфире новостей ТВК. Смотрите нас каждый день в 20.00. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tvk6.ru. Спокойной вам ночи. Еще раз спасибо, что были с нами. И увидимся завтра в 20.00.